Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас мы свяжемся с депутатом Сейма, секретарем юридической комиссии парламента Валерием Агешиным, который сейчас как раз находится в здании Сейма. И, кстати, скоро будет назначено третье уже по счету внеочередное заседание парламента. Парламент работал вчера и сегодня. И, судя по всему, заседание затянется до позднего вечера. Валерий, добрый день. Как нас слышно? Здравствуйте, Абик. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слышу вас прекрасно. Да. Вот я так понимаю, чтобы обезопасить и депутатов, и технических работников Сейма от какого-то заражения COVID-19, заседание происходит сразу в восьми залах различных Сейма. И с помощью видеоконференции вы таким вот образом общаетесь. Правильно я понял? Правы. Потому что надо соблюдать законы и нормы права, которые мы сами же устанавливаем в точности, и показывать пример другим членам нашего общества. Поэтому действительно в зале заседания Сейма, которые многие привыкли видеть по телевизору или в интернете, находится только одна фракция. Все остальные, в общем-то, разбросаны, размещены по разным помещениям и разным зданиям нашего парламента на улице Якоба. Компактно у каждой фракции свое помещение, и даже находясь в нем, мы соблюдаем дистанцию не менее двух метров. Это правда. И поэтому заседания Сейма и вчера, и сегодня происходят в таком полуудаленном режиме. А заседания комиссии Сейма исключительно в удаленном режиме при помощи компьютеров. Видеоконференции. А господин Кайминч, герой последних недель, появился в здании парламента или не рискнул? Этот господин не замечен в парламенте. И раз уж вы упомянули об этом несчастье, так скажем, то я хочу сказать, что я думаю, уверенность жителей нашей страны в справедливости правосудия, в торжество правосудия укрепилась бы, я считаю, в том случае, если бы этот господин был наказан по всей строгости. Если будет проведено качественное разбирательство, и выяснится, что этот человек лгал о своем пребывании за рубежом, а затем таким образом нанес ущерб нашей стране, отправив Сейм и правительство на самоизоляцию и на бесплатные анализы, как людей, которые контактировали с вирусоносителем, то тогда, я думаю, люди бы поверили в торжество и справедливость правосудия. Пускай этот человек покрывает все расходы, которые возникли в связи с этой ситуацией. Но на сегодняшний день он в рядах, скажем так, законодательства... Правящей коалиции, да. Да, и коалиции не замечен. Нет, не знаю, где он. Да. Вот говоря все-таки действительно о чрезвычайной ситуации, вы имеете большой опыт и политической работы, и находясь, может быть, в оппозиции, имеете возможность оценить таким критическим взглядом то, что делает и не делает правительство. Вот, может быть, об этом несколько слов. Что вас тревожит? Потому что, с одной стороны, правительство довольно оперативно работает, два раза в неделю заседания, рабочая группа специально, с одной стороны. С другой стороны, многие предприниматели, наемные работники все-таки сетуют на то, что хотя какие-то решения по компенсациям принимаются, очень тяжело продраться сквозь это бюрократическое сито, чтобы добиться вот этих пособий, этих оборотных средств. Вот ваше мнение обо всем об этом. Знаете, с одной стороны, действительно, мы стараемся правительству не мешать, потому что очень трезво, четко и ясно отдаем себе отчет в том, что мы живем в условиях чрезвычайной ситуации. У нас соответствующие решения об этом приняты. И не препятствуем даже тому, когда самым жестким и драконовским образом увеличиваются штрафы за несоблюдение эпидемиологических требований и для физических лиц, и для юридических лиц. Мы знаем сегодняшнюю свежую новость. Семь сегодня в окончательном чтении утвердил новые поправки кодекса административных правонарушений. И за несоблюдение эпидемиологических требований для физических лиц штраф повышен до 2000 евро, а для юридических лиц даже до 5000 евро. Конечно, до тех пор, пока у нас есть сограждане, которые не понимают или делают вид, что не понимают, что они своим безответственным поведением угрожают другим, такие предложения, даже самые радикальные, я готов поддерживать, и мы будем их поддерживать. А в то же самое время, если мы видим большие шероховатости, скажем так, в предложениях экономического и налогового характера, которые предлагает правительство, мы стараемся их не торпедировать, а дополнять. И вот сегодня вечером, когда будет очередное, внеочередное заседание Сейма, мы увидим, насколько правительство готово людям идти навстречу. Потому что некоторые шероховатости, недостатки, где-то даже кричащие, они уже проявились в отношениях между нашими согражданами и СГД, например. Да. И поэтому мы, в частности, предлагаем некоторые другие свежие меры, предложить, скажем, другие сроки уплаты налога на недвижимость. Предлагаем, скажем, платить за простой, заменить сумму 700 евро на сумму 1000 евро. Значит, попытаемся добиться устранения несправедливости для инвалидов, потому что правительство в спешке приняло правила Кабинета министров, которые противоречат одно другому. Если в одних правилах Кабинета министров инвалидам, работающим, не полагается, значит, 75% от неустойки, в других правилах Кабинета министров уже полагается. Прямо противоречат друг другу нормативные акты. И СГД, естественно, толкует это в пользу государства, а не в пользу человека. Вот это мы все видим и устраняем это прямо сейчас, прямо на ходу, оперативно принимаем решения в кризисной ситуации. Ну, а о принятых мерах вы, конечно, уже наслышаны, об этом много говорят и пишут. И про саму неустойку, и про помощь микропредприятиям, и конкретным отраслям, и так далее. И мы видим, что работает, что не работает, и стараемся это исправлять. Злонамеренно правительству мы не мешаем. Сейчас не то время, чтобы заниматься политическими разборками. И повторюсь, сегодня вечером мы увидим, насколько правительство готово исправлять свои ошибки. Прямо сейчас на ходу. Время у нас есть. В пятницу вечером этим заниматься. Да, вот об этом, может быть, тоже еще поговорим. Вот что касается действительно вот этой помощи жителям, многие из которых уже отправлены по домам, при том, к сожалению, и без заработной платы. Как мы знаем, не у всех отложено много средств на черный день, деньги заканчиваются. Вот Германия, к примеру, приняла решение просто перечислить всем определенную сумму на счеты и начинать разбираться, кто когда и сколько налогов оплатил, потому что сейчас действительно не время, и потом административные расходы тоже чего-то стоят. Но я так понимаю, что наше правительство пока на такой жест доброй воли не готово. Да, наше правительство пока на такой шаг не готово, поэтому мы предлагаем подумать в другом направлении. Увеличить, подумать над увеличением платы за простой. Да, чтобы это было не только 75% и 700 евро, но чтобы это, например, было до 1000 евро. Да. Вот. И нам вот надо определиться очень четко, какова основная цель нашего общества сегодня, и отсюда исходить. Мне кажется, мы все четко определились. И сегодня уже не может быть двух мнений. Цель нашего общества сегодня – все хотят быть здоровыми. Поэтому все меры должны быть подчинены только этому. Здесь я хочу добавить так. Видите ли, мы выйдем достаточно быстро из нынешней кризисной ситуации. В том случае, если будем четко соблюдать рекомендации специалистов, медиков, которые работают в сфере эпидемиологии, инфектологии и так далее. Если мы не будем соблюдать рекомендации медиков, не будем менять свои привычки, не захотим меняться, ну тогда у нас будут большие проблемы действительно на много месяцев вперед. Поэтому здесь тоже надо учитывать не только решения, которые принимает законодатель или не принимает, исправляет или не исправляет, но и уровень зрелости нашего общества, конечно. Это очень важно. Потому что, согласитесь, одно дело – завершить историю с чрезвычайной ситуацией через два месяца, а совсем другое дело – завершить эту историю, покончить через полгода, да, потому что мы готовимся к любым сценариям и к лучшим, и к худшим. И вы, наверное, наслышаны, может быть, о том, что сегодня принято решение уже, чтобы правительство имело право продлевать чрезвычайную ситуацию не только один раз на три месяца, как это сегодня возможно, 14 апреля плюс 14 июля по максимуму, только так до этого позволяло законодательство, но мы приняли решение о том, чтобы правительство имело право в случае необходимости продлевать чрезвычайную ситуацию и на несколько месяцев вперед и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, если в этом будет необходимость. Всего скорее эта чрезвычайная ситуация в апреле месяце будет продлена, наверное, правильно ее продлить на три месяца, с тем, чтобы побыстрее справиться с этой ситуацией, И раньше времени ее отменить. В конце или в середине мая, например. Ну, давайте сейчас прогнозы абсолютно неблагодарное дело, но вот я рисую возможный сценарий. И, конечно, за все эти недели нужно сделать все возможное, чтобы при помощи экономических инструментов, экономических рычагов поддержать людей. Мы, конечно, уважаемый Абик, уважаемые радиослушатели, не скрою, мы всеми сейчас просто тушим пожар, конечно. Понятно. И многое-многое другое. Работаем почти 24 часа в сутки, потому что оперативно принимаем очень серьезные решения и помогаем решать индивидуальные проблемы людей, которые нам пишут в большом-большом количестве сейчас. Да. Вот поскольку вы все-таки депутат от Кузема, в частности от Лепы, что слышно там, какова там ситуация? Мы, конечно, можем себе представить, но тем не менее, там тоже, наверное, и простои, и людей увольняют. Какова ситуация? Ну вот, например, если мы берем западную часть Латвии, скажем, третий по величине город Лепы, один, скажем так, один из значимых элементов народного хозяйства города – это швейное производство. Начиная от Лаумы, всем известной, да, производителя женского нижнего белья, и заканчивая, ну, 60-70 швейными фирмами, на которых работает не менее 5000 сотрудников вместе взятых. И вот у Лаумы, к сожалению, начались проблемы, и предприятия, которые работают в рамках Лаумы, уже встали на простое или готовятся к простою. Что касается десятков швейных фирм, то они активно, напрямую, без посредников предлагают сейчас и экономическим структурам, предпринимательским сообществам и нашим латвийским самоуправлением, самым разным, напрямую маски. Потому что значительная часть, львиная доля лепайских предприятий швейных переориентировалась на пошив масок, да. И поэтому, скажем, и я думаю, готовы обеспечить все латвийские города. И поэтому лично мне вот не совсем понятно, зачем нужно было привозить самолет с масками из Китая. Я убежден, что 5000 лепайских швей и 60-70 швейных предприятий лепые могли бы обеспечить и получить заказы от государства и самоуправления. Вот, кстати, интересно, что правящие с достоинством, как бы вот с таким упорством, которого достойно лучшего применения, все-таки еще пытаются опять возобновить, я так понимаю, на следующей неделе, возобновить обсуждение административной территориальной реформы. Но разве сейчас вообще до реформы? Я считаю, что это дискуссия неумная и неуместная на сегодняшний день, потому что у нас существует в парламенте договоренности, что мы работаем только в режиме чрезвычайных заседаний Сейма. Что это означает? Все рядовые законопроекты, рядовые вопросы повестки дня, которые с начала марта у нас стоят, мы их просто положили на полку. Мы занимаемся только теми законопроектами, которые связаны с условиями чрезвычайной ситуации. Все, точка, баста. Ни шага влево, ни шага вправо. И поэтому мне кажется, что попытки возобновить дискуссию об административно-территориальной реформе мне напоминают, извините, анекдот. Мне бы ваши проблемы, Марья Ивановна, да, как говорится. Поэтому такую дискуссию сегодня считаю ненужной и неуместной. Все силы надо сконцентрировать на том, чтобы погасить этот пожар, преодолеть кризис и выйти из условий и из режима чрезвычайной ситуации. Если мы будем, извините, размениваться на другие вопросы, так скажем, не на мелочи, а на другие вопросы, то я не исключаю, что в следующий раз, уважаемый Абик, мы с вами будем дискутировать о введении комендантского часа, полного карантина и абсолютной изоляции от внешнего мира. То есть и такой вариант не исключен, да? Вариант карантина исключить нельзя. Я не призываю к нему и не говорю, что да. Но я только хочу сказать, что в соответствии с нашим латвийским ныне действующим законодательством вариант карантина возможен. Вариант карантина возможен и адресно, по регионам. Вариант карантина возможен для Риги и Пририжья. Вариант карантина возможен для территорий, где обозначились очаги и вспышки заболевания. Теоретически все это возможно. Но практически я бы не хотел все-таки этого переживать. Нам надо выходить из условий чрезвычайной ситуации, да? Поэтому быть ответственными. И поэтому я, будучи даже либерально мыслящим человеком, поддерживаю самые драконовские меры и увеличение штрафов за нарушение эпидемиологических требований. Ну а разбор полетов давайте уже после того, как мы выйдем из этого режима, да? Ну вот, не хотелось бы доходить до полного карантина, потому что надо понимать, что это будет сопряжено, например, с очень сильными ограничениями прав человека и нашей реальной ежедневной жизни. Потому что, например, я вам как юрист хочу сказать, что в соответствии с Конституцией нашей страны в порядке 116 статьи Сатверсме возможно ограничение целого ряда прав человека, которые действуют. Что можно в Латвии ограничить? Куда можно еще идти дальше? Можно ограничить неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции. Можно ограничить свободу передвижения. Можно ограничить свободу слова, право на объединение в общественной организации. Свободу собраний, шествий и пикетов мы уже ограничили, как известно. Можно ограничить право выбора рода занятий и многое-многое другое. Поэтому вряд ли мы хотим всего этого. Да, и те, кто там бросается словами, давайте введем карантин. Я призываю лучше соблюдать рекомендации эпидемиологов и выходить из чрезвычайной ситуации побыстрее. Готовиться к худшему, может быть, но надеяться все-таки на лучшее. Еще говоря об этом режиме чрезвычайной ситуации, время от времени заходит разговор о возвращении в Конституцию 81 статьи, которую она позволяла, напомню, в свое время она была до 2007 года, она позволяла правительству вот период, скажем так, между сессиями Сейма, ну, условно, по-простому, когда парламент на каникулах, принимать решения, которые имеют силу закона. И потом уже Сейм должен их утвердить или не утвердить. И как вы, и как юрист, и как депутат относитесь к тому, чтобы вернуть в каком-то виде вот эту статью? Я видел, как раньше эту статью Конституции злонамеренно и нечестно применяли, и несправедливо применяли правящие в стране политики в 2000-е годы. И поэтому в 2007 году, кажется, совершенно справедливо поступил парламент, когда эту статью отменил. Все-таки у нас народ выбирает Сейм, парламент, а не правительство и кабинет министров. Но в нынешней ситуации, в сегодняшней ситуации, я готов пересмотреть свое отношение к этому вопросу. И считаю, что эту статью 81 можно было бы в Конституцию все-таки вернуть, чтобы правительство, министры вместе со своим аппаратом могли оперативнее принимать решения без обязательного утверждения этих решений Сеймом. Вот, я бы согласился на сегодняшнем этапе на это, да, принимая во внимание чрезвычайную ситуацию. В то же самое время должны быть, конечно, гарантии, что затем правящие в стране политики не будут эту статью злонамеренно использовать в интересах своих и в интересах своего окружения и близких им людей. Вот это большой риск. Но ради того, чтобы победить болезнь, победить вирус, победить эту неординарную ситуацию, лично я готов согласиться на урезание и прав и полномочий Сейма и готов на восстановление этой статьи. Со всеми теми рисками, которые я обозначил даже. Вот мы понимаем, что этот кризис, вызванный коронавирусом, видимо, я имею в виду экономический, так быстро не закончится. И вполне возможно, что когда мы справимся, да, это бог, с пандемией, экономические последствия останутся. Понимает ли это, на ваш взгляд, правящие, готовимся ли мы вот к затяжному кризису? Это очень тяжелый вопрос, Абек, спасибо за него. Я думаю, что не понимают и думаю, что этого не понимают. И многие другие люди, к сожалению, да, не только правящие в стране политики, но и их аппарат в министерствах. Потому что происходящее сегодня уже точно можно сравнить с кризисом десятилетней давности. И не хочется верить, что будет еще хуже, еще сложнее. Когда, например, люди лишались работы, когда на 40% бюджетникам урезались зарплаты, когда офисные здания абсолютно пустовали, мы все это хорошо помним. Складывается ощущение, что никто не готовится и не прогнозирует, и не просчитывает последствия всего происходящего. И как с этим бороться. Потому что все находятся на стадии тушения пожара. Вот. Ну, я думаю, я думаю, что принятие таких решений, что делать дальше, еще впереди. Сейчас мы помогаем людям преодолеть шоковую ситуацию, в которой многие оказались. И это очень заметно. Кстати, для меня вот лично один из главных уроков кризиса COVID-19 такой, я его сам для себя сформулировал. Этот кризис, эта кризисная ситуация сегодня очень ярко высветила самые лучшие и самые худшие качества людей. Это точно. Со всеми плюсами и минусами. И, наверное, каждый слушатель ваш очень хорошо поймет то, о чем я говорю. И люди совершают такие поступки, которые, может быть, мы от них не ожидали бы в нормальных традиционных обстоятельствах. И со знаком плюс, и со знаком минус. Вот такой, наверное, вопрос, который у многих напрашивается. Если мы сейчас, ну, все-таки пришли к мнению, что ситуация очень неординарная, мягко говоря, и требует неординарных решений, почему бы тем же правящим более активно не вовлекать в работу над теми или иными законопроектами оппозицию? А сейчас такое ощущение, что все идет по старой схеме. Быстренько-быстренько все, оппозиция что-то предлагает, это все быстренько отклоняется, и на этом все заканчивается. Вы знаете, Абик, вот сегодня как раз в закон, в один из законов, связанных с мероприятиями по преодолению этого кризиса и распространению вируса, мы подали целый ряд предложений, десятки, и рассмотрение предстоит сегодня вечером. Я подчеркну, вот сегодня мы убедимся, готовы ли правительственные партии идти нам навстречу или нет. Я оптимист, и хочу верить, что готовы. Вот увидим сегодня вечером, сейчас я пока воздержусь от этих оценок, тем более, что мы подали очень разумные, конкретные предложения из социального характера, и совершенно-совершенно не популистские. Может быть, еще такой вопрос, вот мы говорим о кризисе ситуации, что касается выборов в Рижскую Думу, на ваш взгляд или на взгляд фракций, мы понимаем, что вряд ли что-то случится 6 июня, если действительно 3 месяца продлять чрезвычайную ситуацию, потому что мне тяжело себе представить, как агитировать, как собираться, как голосовать в этих условиях. Вот вообще ваше мнение на сей счет? Ну, мы свое мнение высказали в своем иске в Конституционный суд. Мы считаем, что повод для распуска Рижской Думы шит белыми нитками. И Конституционный суд, напомню, так громко не прозвучало, но он наш иск, между прочим, не отфутболил, а принял к рассмотрению. И до осени должен назначить сроки рассмотрения дела, потому что, извините, несмотря ни на кризисы, ни на эпидемии, не эпидемии, пандемии, не пандемии, гор мусора в Риге, в микрорайонах, по которым бегали бы крысы, я как-то не заметил. А этот повод, эта причина по-прежнему сохранилась в законе о выборах в Рижскую Думу. Министр господин Пуца, очевидно, был настолько высокомерен, что не посчитал нужным это основание из закона вычеркнуть. Что делать сегодня? Будет очень серьезный и любопытный правовой казус, если Конституционный суд признает, что этот повод был незаконен для Рижской Думы. В то же самое время, что делать сегодня, ясно, что выборы в Рижскую Думу надо переносить. Это, знаете, вот видно, когда решение было принято юридически неправедно, несправедливо. Да, политически, может быть, люди устали от Рижской Думы, устали от скандалов. Я не защищаю политически Рижскую Думу. Но я хочу сказать, очевидно, это решение о распуске, его преследует какой-то злой рок. Такое ощущение, что да. Да, это говорит о том, что решение было принято неправедное, неправедное, несправедливое. А юридически законно или незаконно, это мы уже увидим в решении Конституционного суда. Так вот, я считаю, что если говорить грамотно и без популизма, ну тогда, очевидно, надо теперь переносить эти выборы или на конец августа, или вообще они должны состояться как очередные выборы в июне следующего 2021 года. Ну вот, я вижу только два таких решения. Я знаю, что вот ваша фракция согласия не голосовала, точнее, не поддержала назначение на пост министра экономики Яниса Виттенбергса. И, по-моему, вы выступали вот в дебатах с мотивировкой. Несколько слов об этом, пожалуйста. Да, ну мы считаем, что господин Янис Виттенберг очень слабый кандидат на пост министра экономики. Почему? Об этом говорит его CV, его жизнеописание, характеристика. Это первое. Во-вторых, может быть, он хороший, добрый человек. Возможно. Я его вижу, он ходит добродушно, улыбается по сейму. Но, согласитесь, хороший человек – это не профессия и не должность. Самый главный аргумент, почему наша фракция его не поддержала, я выступал вчера с этим, нам ничего не известно об экономической программе этого нового министра. Нам ничего не известно о тех шагах, которые он предлагает или еще предложит, для того, чтобы в кризисе. Нам ничего не известно о том, какие инструменты он предлагает применять для улучшения нашего латвийского народного хозяйства. Мы ничего не знаем о его знаниях, умениях и навыках в этой сфере, потому что у него нет ни международно признанных публикаций научных, вообще никаких публикаций на эту тему. Вот, встретиться с крупнейшей фракцией, сейма, он, наверное, не нашел возможным проявить такую инициативу. Я бы на его месте повстречался со всеми народными избранниками. Но если так, если мы не знаем, чем человек собирается заниматься на этом посту, кроме получения заработной платы, тогда мы не можем его поддержать, и мы не голосовали за этого человека. Понятно. Все-таки, может быть, на ваш взгляд, такой, может быть, последний вопрос. Как вы все-таки предполагаете, что еще нужно сейчас срочно бы принять, с точки зрения вас, как депутата и фракции, что сейчас нужно еще принять, что вы не дождались пока от правительства, каких решений в рамках, естественно, чрезвычайной ситуации? Значит, нужно охватить те отрасли и те предприятия, в которых работали и работают латвийцы, которые имеют задолженности. Охватить каким образом? Чтобы и эти все люди, работающие работники, если они остановились, стали, чтобы и они имели право на получение компенсации, на получение неустойки. Чтобы все, без исключения самозанятые микропредприятия, без оговорок, даже те, которые с задолженностями, чтобы они тоже получили право на неустойку. Там хотя бы в размере 50%, если мы говорим о всех микропредприятиях, о всех самозанятых. Потому что все остальные, мы знаем, на 75% получили такое право, но очень хочется, чтобы все, кто остановился сейчас, даже если у него была существенная задолженность, чтобы все эти сотрудники имели право на деньги по простую. Вот ключевое здесь сейчас решение, на мой взгляд, к которому надо идти и на которое надо выходить. И я хочу надеяться и верить, что в период с пятницы до вторника, скажем так, исключительно, мы на такие решения обязательно выйдем. Потому что нельзя бросать своих людей в проголодь и на произвол судьбы от них высокомерно дистанцироваться. Сейчас, в это время, такого делать нельзя. Да, и пожелаем вам выдержки и удачи, поскольку в 17.45 сейчас начнется очередное, внеочередное заседание Сейма. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Будьте здоровы, поступайте ответственно, берегите себя. Продолжение следует...